Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мне хотелось бы с вами поговорить об отце Николае Стремском из Саракташа. Как всё это вообще выглядит? С вами Протерей Кирилл Иванов и канал с Попом обо всём. Ну, во-первых, о чём хочется сказать, это вот этот эпизод с машиной. Много вопросов к нему, что там на самом деле было. Возникает, например, вопрос о том, могли ли его сотрудники ДПС вот так вот выносить, как они его выносили. И ведь выносили они его не потому, что он был пьян, а потому, что он не хотел с ними ехать. Но всё это нам преподносится как доказательство его грехов. Я не хочу его оправдывать в том, что он был там трезвый или нетрезвый, в том, что он нехорошее слово дураками там обозвал, дураком обозвал кого-то. Но возникает вопрос, почему нам сейчас всё это показывают и пытаются представить как некое доказательство того, в чём его сейчас обвиняют. И многие ведь так и реагируют, что раз он тогда ездил пьяным на машине, значит и сейчас он педофил. Причём вот эта истерия нагнетается в совершенно непонятных каких-то масштабах даже мне, человеку, для многих незнакомому. Несколько людей, незнакомых, ВКонтакте и в Ютубе уже написали, и ты, наверное, тоже такой же. Но в каком-то смысле, честно скажу, я бы хотел быть таким, как отец Николай Стремский. Не во всём, конечно, я, может быть, его поддерживаю, и, может быть, что-то мне может не нравиться, но это великий человек. Об этом говорят жители посёлка. Поэтому давайте мы не будем, касаясь сегодняшней темы, того, в чём его обвиняют, вспоминать его езду на машине. Это первое. Второе. Показания детей. Во-первых, непонятно, откуда взялись эти показания. Сами дети отказываются от этих показаний, и мы сами знаем, что дети записывают ролики, уже несколько роликов таких вышло в интернет, в которых они говорят, что в семье были такие тёплые и хорошие отношения, что совершенно непонятно, кто и зачем это написал. Это под большим вопросом. Мы приёмные дети священника Николая Стремского. Нас на самом деле очень много, но сейчас вот это количество, которое находится именно в Саракташе. Я с двух лет оказалась на улице, и папа принял меня к себе. Он подарил мне очень многое. Это яркое детство. Это постоянные совместные посиделки. Благодарен своему родному отцу приёмному. То, что вот именно я живой, стою разговаривать с вами сейчас. Почему? Потому что в том году я попал в аварию. Меня сбил пьяный человек. И лекарства, капельницы, когда я был в коме, капельницы нужно было. Их были только в Москве, в Владивостоке. Он самолётом их заказал. Одна ампула с чем-то тысяч стоит. А мне их нужно было три штуки. Мне было меньше года, когда отец взял свою семью. Он дал мне тепло. Это не каждый родной родитель может же это столько дать, как вот это сделал для нас этот приёмный родитель. Он мне очень многое дал. Он мне дал семью, он мне дал работу, он мне дал образование. Я ему очень благодарна. Мы, конечно же, в это не верим. И согласитесь, я живя там рука об руку, я постоянно видела, какое обращение уже. Это вообще всё неправда. Это неправда. Не верьте, пожалуйста, этому. Конечно, что всё это клевета. Мы не знаем, кто его клеветал. Нарочно это или ещё как-то с чем-то связано, мы не знаем. Но, опять же, повторюсь, мы ждём его дома. Мы верим, что его освободят. И просим всех неравнодушных посодействовать. Пожалуйста, помогите нам. Вы все знаете, наверное, что сейчас по этой статье любой из нас может сесть. Вспомните, не так давно был случай с тренером по фитнесу, которого посадили ни за что. Вернее, за то, что он 20 минут сидел с девочкой, 7-летней, на одном диване, под камерой. Все эти записи есть в интернете, можете посмотреть. И вообще непонятно, за что его посадили. Он эту девочку даже не смотрел. Вспомните профессора, преподавателя музыки, которого тоже чуть не посадили. Чудом отмазался, чудом оправдался, оправдали его. Сейчас любого можно посадить по этой статье. Особенно, если это мужчина. Дальше. Деньги. Большое количество денег, которое у него, ему вменяют тоже в грех. И говорят, что он такие деньги, можно сделать что угодно. Человека это с ума сводит. Да, действительно, деньги часто людей портят. Но при чем здесь нынешнее обвинение? Человек на эти деньги целый город, можно сказать, отстроил. Город, который уже загибался, который погибал. Обрел новую жизнь. Все это благодаря отцу Николаю. Да его местные жители называют Суворовым. Он мне дал работу, он мне дал жилье. Здесь же я нашел свою любимую супругу. Это Суворов, наверное. Вот Суворов на церковной Неве. И вообще, мне кажется, что многодетная семья, неважно священник это или не священник, достойны большего. Государство должно заботиться о таких семьях. Если бы я был во властных структурах и имел возможность, я бы каждой многодетной семье и по машине подарил бы, и денег много дал бы. А таким семьям, как у отца Николая Стремского, который усыновили 70 детей, нужно не просто машину подарить, а каждому ребенку по машине подарить, по Мерседесу. Подарить остров на Мальдивах. Самолет, вертолеты, пусть они туда летают и отдыхают на Мальдивах. Что вы смотрите, сколько у него денег? Что вы пересуждаете, обсуждаете, сколько ему государство денег дает за этих детей? Да вы сами возьмите хоть одного, а потом судите. Человек 70 детей воспитал. Они ему всю жизнь благодарны будут, и сейчас благодарны, и плачут, когда видят то, что происходит. Возьмите одного ребенка, усыновите, а потом говорите глупости всякие. Ну и вообще хочется сказать о грехах священства. Почему в СМИ сейчас священников грязью поливают? Во времена Христа, что не было Иуды, что ли, из 12 апостолов? Был один Иуда. И что? Мы вспоминаем этого Иуду? И порочим Христа и апостолов, что ли, из-за того, что рядом с ним был Иуда? Нет. Несмотря на то, что был Иуда со Христом, весть Христа, весть о Христе распространилась по всему миру. Мы говорим не об Иуде, а о остальных апостолах, которые весь мир просветили евангельским учением. Почему же сейчас говорят о каких-то Иудах? Я не имею в виду сейчас отца Николая Стремского. Я верю в его чистоту, в том, что он невиновен в этом грехе. Почему сейчас говорят и любят говорить об Иудах? Почему сейчас выискивают какие-то жареные факты? Они говорят о тысячах и тысячах священников, которые делают добрые дела, которые помогают людям, которые реализуют социальные проекты. Почему? Потому что это никому не интересно. Давайте, дорогие, перестанем всякими жареными фактами интересоваться и перетряхивать друг перед другом чужое грязное белье. Давайте подумаем о том, что рядом с нами есть масса, множество хороших, добрых людей, которые делают добрые дела, которые заботятся о ближних, и в том числе это священники. Ну и, наконец, надо сказать о том, что и священники могут согрешить. Это не к тому, что это должно так происходить. Священники откуда берутся? Из среды таких, как вы, дорогие. Из вас могут быть священники. Те, кто сейчас ругает церковь, потом могут... Что-то может измениться в вашей жизни. И вы захотите стать священником, как и я. В детстве был некрещенным и безбожником. А потом благодать Божия коснулась моего сердца, и я понял, что все не так, как мне казалось до этого. И каждый из вас может в будущем стать священник. А если не вы, то ваши дети. И подумайте. Вот о чем. Если ваши дети захотят стать священниками, то какими они священниками станут? После того, как вы поносили церковь Божию, поносили священников. После того, как их воспитывали в безбожии и атеизме. Какими священниками ваши дети станут? Священники же не с неба падают, а несут на себе все то, что они впитали в безбожное время. Поэтому, дорогие, давайте друг другу будем помогать, а не поливать друг друга грязью. Если кто бы то ни было, священник он или не священник, совершил такой грех, в котором обвиняют отца Николая Стремского, пусть сидит. Но это абсолютная чушь, обвинять священника, который воспитал 70 детей в таком грехе. Да он с теми возможностями, которые у него есть, мог улететь и в другую страну, и в другой город, и переодеться в кого угодно. И там грешить зачем? Гадить там, где живешь. Не стал бы делать это священник в своем собственном доме. Включите мозги, если сердце у вас не работает, если сердце включить не можете. Включите хотя бы голову и подумайте. Сейчас вы священника в этом грехе обвиняете, как раньше была психиатрия репрессивной. А сейчас будет эта статья. Сейчас на священниках опробуют это, а потом каждого из вас смогут по этой статье посадить. Очнитесь. Включите мозги. Храни вас всех, Господь!